здравствуйте сегодня мы продолжаем разговоры наши на политической кухне правда она у нас несколько необычные мы сидим в литературном сквере ну ничего страшного это спецвыпуск такой неплановый и сегодня я алексей мошкевич представляю вам своего гостя михаил юрьевич крайного сотрудника милиции зачисленного в распоряжении начальнику мвд россии по ивановской области кандидата в депутаты областной думы 6 созыва от партии справедливая россия здравствуйте михаил здравствуйте алексей михаил на митинге стоп фироян который проводили коммунисты 4 августа вы выступили с такой зажигательной пламенной речью текст который потом появился на сайте кпрф без подписи и когда в прошлой передаче я спросил ведущего того митинга алексея масленкина почему нет подписи он сказал что ну силовики тоже боятся потому что знает чего михаил чего вы боитесь ну наверное небольшая ремарка первое значит как я полагаю митинг был не стоп фироян значит а несколько по другим все же лозунгом то есть закон един для всех второе зажигательная речь которая появилась наверное на сайте кпрф она несколько отличается на сайте кпрф насколько я знаю появилось обращение группы офицеров до письмо да она подписана она направлена в департамент собственной безопасности мвд россии она направлена министру внутренних дел она направлена руководителю государственной думы крупцу комитета по антикоррупции хинштейну который собственно говоря мне прислал ответ что он его уже переправил с депутатским запросом министру внутренних дел поэтому там все подписано там все очень четко сказано там изложены определенные факты которым мы считаем надо дать надлежащую оценку а речь она собственно говоря на митинге было несколько не об этом о чем было на митинге это было в принципе в общем то это было мое выступление и если как бы вы там тоже критиковали полицию я был на митинге ну как критиковал полицию значит не полицию если на сегодняшний день мы возьмем как бы ну запись она же имеется кнопка пуска мы смотрим запись да ну вольный вольный пересказ короткий конечно там же было сказано что я преклоняюсь перед теми офицерами которые достойно выполняют свой долг значит в том числе и охраняя этот митинг с целью недопущения массовых беспорядков однако я презираю отдельных руководителей которые продают собственно говоря значит тех офицеров в результате я вот это как бы и собственно говоря эта позиция это высказанная президентом страны озвучено ну президент в москве там он много чего озвучивает вот как вы думаете как вы думаете если бы не выборы коммунисты вот так бы полезли лихо на рожон отстаивать вот избитого евгения дпсника если бы сейчас просто тихое мирное время было мять я вообще значит предлагал рассмотреть этот вопрос с участием всех партий значит коммунисты видимо взяли инициативу самый шустрый да но наверное может быть самые шустрые может быть посмотрели как то вот впереди значит ну так все таки если бы не выборы был бы такой интерес не готов сказать не готов сказать за коммунистов значит стали были организовывать но то что наверное состоялся митинг и организовала бы какая-то иная группа значит я думаю что это однозначно у нас на сегодняшний день или погром ну спасибо погром потому что как бы довелось участвовать в пресечении в общем-то массовых беспорядков у нас слава богу в области этого не происходило вот а по роду службы я видел что это такое и как это надо останавливать и что этому грозит в связи с этим что на ваш взгляд важнее вот в так называемом деле ферояна то что преступник кавказец или то что пострадал полицейский что было более что вызвало больше вот этот вот общественный резонанс я бы не стал вообще значит эту тему склонять к кавказу объясню почему потому что значит любое разжигание национальной розни вот и уклон в сторону кавказа она ничем хорошим не заканчивается это ложный путь абсолютно и мы не можем на сегодня наверное как-то проводить параллель между кавказом и случившимся это разные как бы абсолютно вещи у нас если мы говорим например про митинг про полицейского еще что-то у нас масса примеров где совершают преступление не менее дерзкие значит и достаточно публичные но тогда в общем то мы как-то должны реагировать на все адекватное везде ясно а почему вот ивановской справедливой россии не взять и не вынести борьбу за чистоту рядов гбдд на свои знамена вот я когда думал об этом у меня возник вопрос а не потому ли что ваш лидер парал павел попов еще несколько лет назад ездил на автомобиле на которого вместо госномеров было написано паша и все гаишники тогда они были еще гаишниками спокойно это проглатывали тогда еще был да я то время не застал я не видел ну можно значит вы поэтому не боретесь не боретесь за лидер чистоту гбдд нет конечно безусловно значит абсолютно нет первое я не помню такого времени когда на автомобиле было написано паша поэтому я поэтому я не могу засвидетельствовать даже того что сотрудники гбдд собственно говоря пропускали под каким-то соусом наверное это было во первых совсем иное время а с другой стороны я могу сказать но есть много нормативных каких законодательных актов и поступков которые на сегодняшний день не у всех укладываются в голове если вчера человек совершил проступок то это не значит что он всю жизнь должен нести ответственность это шутка была да если вернуться к вам во втором году вас отстранили от службы в милиции после того как в отношении вас вступил в силу приговора о превышении полномочий в пятом году он был обвинен в чем было дело как вы превысили полномочия во втором году меня отстранили а в пятом я был обвинен отменен он был отменен отменен да ну я могу сказать даже ту фразу которая была специально придумана в моем обвинительном заключении создал возможность иллюзии компромисса с органами власти если кто-нибудь из юристов сможет разобраться в этом я очень удивлюсь поэтому он и был отменен то есть это было чисто надуманное дело с фабриком на и тогда когда начался конфликт в общем-то с одной из преступных групп это в тейкви да ясно ну вот сейчас вы критикуете вы написали это письмо вы критикуете нынешнее руководство мвд а в самом мвд люди говорят про вас что человек который 12 лет из 12 лет только три года носил погоны но был на должности да не имеет права этого делать как вы прокомментируете как это можно понять у меня 34 года стажа как бы общего но вы за штатом жили вы не служили вот из 12 лет только три года в свердловской области да вы непосредственно землю топтали такого реально быть не может понимаете я услышал это мнение хотел но это наверное это неправильно потому что если с 84 сотрудник пришел дослужился например до майора в должности потом наверное был перерыв доказывания своей невиновности и развала сфабрикованного дела что в общем то тоже следует отметить довелось пройти 60 судебных процессов три верховном суде и разбирательство конституционном это как бы серьезно это серьезно и в результате чего значит дело было направлено вообще за рамки нашего региона за пределы все решения судей были признаны незаконными всех то есть это но это стоит времени ты это избирательная такая скажем система вот есть еще одно мнение в мвд что вы вот сейчас отправляя это письмо опять же вы не столько защищаете и вне евгения хоронеку сколько мстите новому начальнику за то что он не удовлетворил ваши ваши требования ваш рапорт когда вы просили или требовали уж не знаю назначить вас начальником гибдд вместо ушедшего в отставку брусочкина ну я не просил начальник начальника у мвд назначить меня вы писали рапорт и тем более требовать значит а рапорт пишется с какой целью я сюда был откомандирован для назначения на должность соответствии с федеральным законом о полиции то есть равнозначную должность если вызвали сотрудника и и обязаны предоставить то есть федеральный закон надо исполнить сначала его надо исполнить а потом определиться если он не исполняется сотрудник говорит вы определитесь как-нибудь значит а вы обязаны что-то предложить и к слову сказать что должен начальник гибдд они ниже стоящие то я не жили коротко занимали да поэтому собственно говоря но тем более на нее никогда не просился но вот после всех ваших писем вы думаете у вас есть шанс нормально служить в иванове в полиции меня шанс нормально служить есть всегда я служил с достойными офицерами значит и они ни один из них не усомнился значит порядочности и профессионализме значит на сегодняшний день я думаю если такая потребность значит возникнет и мы определимся с руководством то в любом случае мы будем служить значит если такой потребности не возникнет каким-то иным причинам значит ну наверное будем принимать и другие решения ясно но вот такой вопрос давайте немножко отойдем от частности от фамилии от конкретных ситуаций что на ваш взгляд сегодня в полиции в милиции как я ее все-таки привык называть вот что там не так ближе миль ближе милиция да что там не так почему вызывает столько нареканий ну наверное проблема не только милицейская проблема вообще избирательности применение закона вот на сегодняшний день как бы реформировать наверное надо было все реформировать всю правоохранительную систему судебную систему прокурорскую систему вовсе на систему значит с тема мвд начали с тема мвд и за счет фактически только сокращение численности реформировать что реформировать применение закона Оно должно быть обязательно на каждом этапе. Значит, для каждого человека. У нас народ почему выходит на митинг? Потому что он как бы не верит в то, что закон будет применяться везде и одинаково. И для каждого человека. У нас получается избирательное применение закона. Вот к этому можно применить, а к этому нельзя. Вот это самое главное. Почему, в общем-то, значит, народ и выходит на митинг? То есть недовольны именно в связи с этим? Не какими-то другими моментами, а именно то, что закон, он един для всех, он должен быть. У нас сотрудники полиции нарушают закон, сотрудники милиции. Если мы пройдемся, собственно говоря, возьмем череду, у нас без Кавказа достаточно много всего такого, о чем можно узнать. Ну и все-таки вернемся к выборам. Вы полицейский, милиционер, давали присягу. Вы должны безоговорочно поддерживать власть и уважать ее. Почему вы не член партии власти, а пошли в справедливую Россию? Потому что справедливая Россия мне ближе в данном случае. Ну, начнем с того, что я вырос в советское время, значит, и я застал это время. И вот оно мне ближе. Я понимаю, что социалистический путь развития для нашей страны, он гораздо правильней. Тот путь, по которому мы идем, на мой взгляд, он ошибочный. И он ведет просто в тупик. А возможно, и в пропасть. Ясно. Ну вот, уж если говорить о выборах, я разговаривал с активистами, так скажем, Единой России, когда собирал о вас информацию. И они о вас говорят, как и человеку, такой очень активным, шумным, привлекающим к себе много внимания, создающим для них много проблем, но априори никогда не выигрывающим. Вот вам не обидно такое мнение ваших политических оппонентов? Нет. Значит, поскольку выигрыш зависит от многих факторов. Значит, во-первых, как подписать результаты? Вот. С этого начнем, да? С этим заканчивают. Да. Я-то обычно, например, знаю, где я выигрываю и где нет. А значит, насчет шумности, значит, и активности, я могу сказать, что если только депутат не конфликтный, то это вообще не депутат. Депутат – это, собственно говоря, рупор народа, рупор избирателя. Если он этого не отражает, вообще нельзя идти на выборы и о чем-то с кем-то разговаривать. Спасибо, Михаил. Это все. Напоминаю, что у нас в гостях был Михаил Крайнов, кандидат в депутаты областной думы от партии «Справедливая Россия». А я, Алексей Машкевич, с вами прощаюсь. До новых встреч. Надеюсь, уже в салоне «Кухни Нольты». До свидания. Кухни Нольты. Настоящее немецкое качество и функциональность. Только для вас. Эксклюзивно. В Нольте Кюхен. Улица Октябрьская, 12. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»